На территории войсковой части 3238 прошли масштабные военно-спортивные тренировки с участием сотрудников учреждения Хохам-де-Келесом, активистов этнокультурных объединений и членов Ассамблеи Жастара. Мероприятие было направлено на воспитание любви к родине и укрепление дружеских отношений среди молодежи разных национальностей. Продемонстрировать свои силовые навыки могли мужчины в возрасте от 24 до 35 лет. Основная цель соревнования не только укрепить физическую подготовку участников, но и развить у них патриотический дух. На открытой площадке соревнующиеся продемонстрировали свою ловкость, скорость и выносливость, участвовав в этапах, включающих бег, стрельбу, преодоление полосы препятствий и командные игры. Один из сильнейших участников был Якуб Тамаев. Сегодня проходят общевойсковые соревнования. Организаторами являются Ассамблеи Жастары Актюбинской области. Какие виды соревнований? Здесь есть отжимания, сборка и разборка автомат-калашников 1974 года, также прохождение полосы препятствий и надевание защитного комплекта общевойскового. Какие из них самые сложные? Я думаю, что самым сложным для меня будет полоса препятствий. Якуб Тамаев – молодой и целеустремленный участник военно-спортивных соревнований по национальности Курт. Активно проявляет себя как в спорте, так и в учебе. В данный момент он учится в резидентуре по специальности хирург. Якуб всегда считал важным развивать себя всесторонне, совмещая свою медицинскую карьеру с активным участием в спортивных соревнованиях. Как будущий хирург он понимает важность сцеплины, скорость принятия решений и умение работать в команде. Ассамбляя «Жастары» пригласила всех участников, разослала всем заведениям, учреждениям, какой национальности, неказахской национальности могут участвовать. И наш университет предложил меня в качестве кандидата. Мероприятие завершилось торжественным построением и награждением команд, которые показали наилучшие результаты. Отметим также, что подобные военно-спортивные тренировки в войсковой части станут регулярными, чтобы поддерживать высокий уровень боевой готовности и патриотизма.